Всем привет, мои хорошие! Приглашаю вас сегодня вместе со мной протестировать мою новую точилку для ножей от компании Фаберлик. Я давно ее вылавривала и наконец она мне досталась. Я заказала сразу 5 штук себе и на подарки своим близким. Сразу покажу, что направление у точилки можно менять в зависимости от того, левша вы или правша. В остальном, в принципе, все как обычно. У нас три с вами отсека для заточки. Они пронумерованы. Первый, второй и третий. Если я левша, то у меня как раз первый, второй и третий. Ой, я правша. Если наоборот вы левша, то вы разворачиваете и у вас левой рукой держите нож. И вот тут у вас по очереди отсеки. Но мне нужен более классический вариант для правши. Вот покажу. Приходит все в коробочке, внутри еще в пакетике. Артикул 910018. Точилка мне это досталась за 296 рублей. Я уже думала, что их вывели, потому что я не могла их найти по артикулу. Девчонок в обзорах вижу, забегаю на сайт, думаю, может в Калининграде появились. Нет. И тут чисто случайно я заметила их и сразу закупилась, потому что их реально разбирают очень быстро. И отзывы на них хорошие. Уже успела поточить практически все ножи, а потом остановилась и подумала, ну мне же вам надо показать эксперимент. Я-то уже знаю, насколько хорошо она точит, но я покажу вам. Вот этот нож мне подарили на день рождения 2 года назад. И вот он прослужил ровно 2 года. Это какой-то навороченный нож, тромантина, высокоуглеродная сталь какая-то, заточка. Это мясной нож. Он действительно потрясно резал в течение 2 лет. Но вот на свой день рождения я готовила мясо и поняла, что он затупился. Помидора, к сожалению, в доме нет, чтобы показать. Будем проверять на бумаге. Так, видите, нож, бумагу. Ну вот, только с третьей попытки еще и создал бахрому. Теперь будем затачивать. Ну, конкретной инструкции сколько раз это делать нет, поэтому я делаю все по 5. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь в следующий отсек идем. Он самый противный, если честно, на ощущение. Раз, ах, у меня же дрожь по коже. Два, три, четыре, пять. И последний. Раз, тоже противненький. Два, три, четыре, пять. Ну, уже даже так ощущается, что нож стал остреньким. Давайте теперь проверим. Так, не получилось. А, у меня бумажка погнута, простите, пожалуйста. Давайте на чистую сторону. Хоп. Хоп. Нет, что бумажка гнется? Хоп. Вот, видите, уже бахромы как таковой нет. В отличие до заточки. Видите, насколько края портил? Конечно, с помидором это видно лучше, потому что бумага мягкая прогибается. Ну, я думаю, всем видно. Так, сынок, не шатай штатив. Я думаю, видно, да? Насколько здесь ровный срез. И насколько здесь все бархатит. В общем, ножик однозначно советую. Я уже на продуктах его проверила, насколько хорошо он режет. И действительно, после заточки все стало прекрасно. Поэтому однозначно советую эту точилку к покупке.